SCP-850. Косяк рыб. Класс объекта Евклид. Особые слои содержания. SCP-850 не представляет опасности, если ему ничего не угрожает. Однако, поскольку оно реагирует на процедуры сдерживания, как на угрозу, следует принимать меры, которые будут гарантировать, что объект не узнает о том, что находится на содержании. SCP-850 должен содержаться в естественной среде обитания в удаленном океане. Границы этой зоны обитания должны быть промаркированы и окружены бетонными стенами толщиной несколько футов, замаскированными под риф. Описание. SCP-850. Пространственная и биологическая аномалия. Со стороны она похожа на косяк рыб, напоминающих внешне и генетически представителей вида клупия хоренгус. От обычных рыб они существенно отличаются более темным окрасом и крупными размерами. Внутри этой аномалии существует область, в которой происходит сильное искривление пространства. Внутренняя область больше по размерам, чем внешняя область. Точная площадь искривленного участка пространства неизвестна, но оказалось, что его радиус составляет более 50 километров. Доктор Грэнгер предположил, что его размеры могут быть бесконечными. Вся исследованная область представляет собой сплошной водный массив. Было замечено, что во все более и более глубоких слоях SCP-850 рыбы, похожи, все больше отличаются от клупия хоренгус. Они, по-видимому, становятся частично самостоятельными. Хотя особи из внешних слоев косяка зависят прежде всего от живых существ извне, которые служат им пищей. Те особи, которые обитают в более глубоких слоях, похожи, охотятся друг на друга. Несмотря на подобное поведение, все рыбы в стае действуют сообща. Благодаря своим размерам, SCP-850 обладает достаточной силой, чтобы убить хищника или разрушить препятствия. Приложение 850-1. Вход в область искореленного пространства для подводных лодок невозможен. Хотя это не проблема для водолазов. Таким образом, для исследования формы жизни в глубине SCP-850 был запущен проект «Корабль в бутылке». Цели проекта следующие. Построить большую подводную лодку внутри SCP-850. Не нарушая покоя SCP-850. Перенося различные части внутри него, а затем собирая их на месте. Приложение 850-2. Проект «Корабль в бутылке» был завершен. Команда судна получила обозначение «МОК Омикрон-6» 3 лобит. Начало наблюдения за организмами внутри аномалии. Приложение 850-3. На данный момент удалось выяснить следующее. Во-первых, радиус SCP-850 в действительности больше 50 км, как предполагалось изначально. Во-вторых, организмы внутри аномалии значительно отличаются от клупия «Хоренгус» и занимают многие экологические ниши. Их размер варьируется от нескольких сантиметров до удалено. И в основном они принадлежат к разным видам. Приложение 850-4. Сигнал от 3 лобита был потерян. Последние показания радаров подводной лодки, вероятно, регистрировали данную длину. Оно быстро двигалось в направлении судна. В следующую минуту все системы связи вышли из строя. На видеозаписи видно, что существо было разорвано на части. Существом с большими зубами и затонуло. Анализ видеозаписи указывает удалено. Подан запрос на присвоение SCP-850 класса Keter. Приложение 850-5. Запрос о присвоении класса Keter отклонен.